здравствуйте наши дорогие друзья и сегодня с вами я наталья владимировна библиотекарь детского абонемента и мы с вами продолжаем узнавать о жизни амурчика и его обитателей из книги сергей георгиева амурчик и его таежные друзья и нам сразу становится интересно как же ружье оказалось зарослях папоротника и вот мы сейчас об этом узнаем заросли папоротника как и почему ружье оказалось зарослях папоротника амурчику объяснил потом шустрый бурундук парамошка а бурундук свою очередь узнал эту историю от собственно любимого дедушки парамона парамоновича который не только все видел но и сам участвовал в давнейшем приключении шел значит тогда по лесу едва заметной тропинкой охотник и вел за собой лошадь в те давние времена автомобили уже были но далеко не у каждого охотник бурундуку парамону парамоновичу сразу не понравился сами посудите со всех сторон красота неописуемо а главное большой гриб мухомор красный с белыми пятнышками залюбуешься только вот охотник любоваться мухомором не стал нет он подал лесному красавцу сапогом с такой бакатырской удалью и силы что от мухомора только ошметки во все стороны полетели спрашивается гриб то ему чего плохого сделал такого бесстыдства и безобразие бурундук парамон парамонович терпеть не мог хорошо что он как раз сидел высоко на сосне за веткой прятался из укрытия подглядывал возмущенный бурундук запустил в охотника самый большой сосновой шишкой и попал ему точно по макушке человек обернулся почесал затылки обвел взглядом деревья бурундук парамон бросил еще одну шишку и опять попал охотник так и не разглядев среди ветвей лесного шутника погрозил непонятно кому увесистым кулаком затем потянул лошадь за уздечку и пошел своей дорогой а шустрый бурундук парамон парамонович незаметно сторонкой обогнал человека с лошадью и скараблся на другое дерево посмотреть что будет дальше и не только посмотреть конечно как только охотник приблизился парамон метко запустил него очередной шишкой на этот раз еловой этого человек спустить уже не мог он сорвал с плеча ружье щелкнул курок охотник прицелился в крошечного бурундука который на свою беду не успел спрятаться за веткой казалось все конец следующий миг лошадь испуганно заржала и встала на дыбы что случилось после парамон парамонович рассказывал детям и внукам так будто все это случилось не с ним будто он отважный бурундук видел себя как бы со стороны так вот лошадь заржала встала на дыбы и силой рванула уздечку а за ней и охотника грохнул выстрел но заряд ушел в небо а след затем вдруг дрогнул ближайший куст ветви его раздвинулись и над кустами будто гигантский желтый цветок расцвел огромный такой подсолнух подумал бы бурундук но он даже не знал такого слова подсолнух и никаких великанских желтых цветков отродясь не видал а вот солнышко точно это было как будто прямо из кустов вдруг зашло яркое солнце хотя какое там солнце из кустов выглянул тигриная морда бурундук сразу ее узнал это была тигрица маруся от ужаса бедолага охотник застыл на месте просто остолбенел тигрица же сладко зевнула а затем негдромко произнесла с тигринного языка на все другие эти вежливые слова переводится приблизительно так добро пожаловать в тайгу лицо несчастного безобразника и бездельника сделала светло зеленым как первая весенняя травка он вдруг словно очнулся далеко далеко в самую гущу папоротников зарослей забросил свое дорогое ружье и дико заорал после чего кинулся не разбирая дороги но утек с такой скоростью что ему любой чемпионат мира позавидовал бы понятное дело удирал впереди лошади лошадь за ним просто не могла угнаться тигрица же по словам брунду капа рамона только удивленно повела ушами р-р-р по-прежнему вежливо и немного обиженно прорычала она вслед охотник у что с тигриного языка переводится так куда ж его ружьё потеряли Вот и вся история. Итак, мы с вами познакомились и прочитали весёлую, смешную историю про незадачливого охотника. Спасибо всем за внимание. До новых встреч!